МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Константин Гиргая. Смотрите сегодня в выпуске. Тепло, сердец для солдат. Жители Пушкинского участвуют во всероссийской акции в поддержку военнослужащих спецоперации. Педагог года. В округе выбирают лучших учителей. Простые истории про обычных людей. Театральный коллектив из Ивантеевки стал победителем православного фестиваля. Эфирные скороговорки для почемучек. Дошкольники побывали на экскурсии в студии программы новости Большого округа. Самые любознательные и креативные в Кушкинском отметили День российского студенчества. Об этих и других новостях прямо сейчас. «Тепло для героя» – так называется всероссийская акция в поддержку вооруженных сил Российской Федерации. Ее инициатором выступили депутаты партии «Единая Россия». С 10 января по 23 февраля волонтеры и люди старшего поколения с активной жизненной позицией могут отправить российским военнослужащим в зоне военной спецоперации письма со словами поддержки и теплый подарок, связанный своими руками ко Дню Защитника Отечества. «Теплый подарок» – такой, который не только согреет в холода, но и отогреет душу в сложные моменты. Важность его нельзя недооценивать, уверен депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев. В местное отделение партии нашего округа он привез то, что сейчас необходимо бойцам на передовой. «Зеленые балаклавы, чай, теплые носки. То, что сейчас ребята просят, звонят. Порой это инструменты какие-то для ремонта техники своей. Ну и все, что по списку привезти. То, что просят наши коллеги, наши ребята, которые находятся сейчас на передовой». В отделении партии «Единая Россия» в Пушкинском такие подарки не редкость. С начала военной спецоперации отсюда в Донбасс, Луганск, Донецк отправили более 80 тонн гуманитарных грузов. А сейчас здесь активно включились во всероссийскую акцию «Тепло для героя». Волонтеры и люди старшего поколения с активной жизненной позицией вяжут и отправляют российским военнослужащим свои теплые подарки. «Это не столько материальная помощь. Скорее, так сказать, вот именно от гражданской солидарности. Мы хотим, чтобы у мальчиков было ощущение, что мы о них думаем. Тепло наших сердец, тепло наших рук, которые заботливо вяжут эти носки, оно как раз помогает им чувствовать себя именно нужными. Они делают очень важное, очень трудное дело, и мы это тоже понимаем. Мы ими гордимся». Мастерицы из сообщества «Активное долголетие» Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский» не в первый раз откликаются на просьбу о помощи. Сегодня от партии «Единая Россия» рукодельницам привезли пряжу. «Каждый житель округа может своим участием написать или какие-то добрые слова, либо что-то своими руками связать теплые. Теплые носки, шарфики, рукавички, которые действительно согреют по-домашнему на передовой. И также могут написать добрые слова в письме солдату, для того, чтобы также нашим ребятам там было очень приятно осознавать, что здесь помнят и всегда ждут». Первую партию теплых носков, манишек, варежек представители местного отделения партии уже отправили к получателям. А вместе с ними и теплые письма для бойцов, которые от руки написали и бережно запаковали в конверты рукодельницы Пушкиным. Впереди еще много работы, но эти женщины с готовностью откликаются на любые просьбы. «Возьму домой и свяжу дом. А потом мы уже оформим эти посылочки, соберем и отправим. Письмо напишу солдатикам. У нас племянник там сейчас на передовой. А вдруг ему попадет». Юлия Постриганева, Антон Рябов, Анна Белова. Новости Большого округа. Подарить тепло своих рук и сердец, как волонтеры и люди старшего поколения из Пушкинского, помогают бойцам в зоне военной спецоперации. Какие теплые подарки, связанные своими руками, уже сегодня отправляют на передовую? «Я начала вязать в ноябре. И вот к этому дню я связала 35 пар. Но буду дальше продолжать». Как в общее дело включаются простые жители нашего округа? «Это моя личная инициатива. Надо помогать. Но не только, что это обязаловка. Потому что я хочу помочь, я могу помочь. Поэтому я помогаю». Почему объединение и помощь во все времена были залогом наших побед? Обо всем этом мы расскажем в нашем выпуске завтра. Педагог-профессионал. Именно под таким названием в округе состоялся третий этап муниципального конкурса «Педагог года-2023». Учителя представили жюри свои предложения по решению проблем, актуальных для системы образования округа. Это третий и завершающий тур муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2023». В финале встречаются конкурсанты, набравшие наибольшую сумму баллов по результатам двух первых туров. Всего было несколько номинаций. «Учитель года-профи», «Учитель года-дебют», «Самый классный-классный», «Сердце отдают детям», «Воспитатель года», «Менеджер года», «Педагог-организатор», «Педагог-наставник», «Лучший специалист». Участников приветствует председатель жюри конкурса профессионального мастерства, заместитель главы администрации округа Ольга Жданова. Каждый из вас, сидящий за этим столом, уже победил. Вы профессионал своего дела, вы достойно представили свою профессию, то дело, которым вы занимаетесь, ну и, конечно же, достойно представили свои образовательные организации. По условиям финального тура каждый участник представляет по три предложения решений проблемных вопросов, актуальных для развития системы образования. В их числе вопросы повышения качества образования, развитие профессионального мастерства педагогов, поддержка молодых специалистов, появление талантов учеников, оценки деятельности классных руководителей, развитие дополнительного образования, психологическая поддержка и другие аспекты. Я думаю, что самая основная поддержка государства является создание различных курсов и семинаров для более подробной информации молодых специалистов. По сумме баллов будет определён победители в каждой номинации конкурса. Именно этот педагог впоследствии и будет защищать честь нашего муниципалитета на областном уровне. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Головачёва. Новости Большого округа. Радость Рождества. 21 и 22 января в городском округе Пушкинский прошёл театральный фестиваль среди воскресных школ и православных объединений Сергиево-Пасадской епархии. В нём поучаствовали и коллективы нашего муниципалитета. Фестиваль состоялся в посёлке Лесные Поляны. Подробности у Романа Савельева. За два дня выступлений 12 постановок. В общей сложности на сцену выходит 186 актёров. Театральный фестиваль «Радость Рождества» вот уже четвёртый год проходит в посёлке Лесные Поляны. Актёры и зрители собираются в актовом зале воскресной школы, храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Очень тепло и радостно видеть счастливые лица детей, которые приехали по-своему прославить Господа Бога, порадоваться общению вместе, посмотреть работы других воскресных школ, таких же ребят, как они, и поделиться таким вот опытом. Также в этом году в Лесных Полянах выступает театральный коллектив из города Вантеевки под названием «На выход», что действует при храме великомученика и победоносца Георгия. В этот раз артисты показывают зрителям постановку «Чудо Рождества. Простые истории про обычных людей» по мотивам произведений известного писателя, мастера короткого рассказа о Генри. Так как мы достаточно сжато стремились выдать готовый сценарий с пластикой, с расстановкой, с декорациями, очень много вопросов таких вот технических было. Мы все работаем на работах, и вечером в будни после работы в 8 часов вместо того, чтобы сидеть у телевизора, мы встречаемся на этих репетициях. В антрактах для участников и гостей фестиваля проходят творческие и спортивные мастер-классы. Это тематическая роспись по дереву, мастерская рукоделия, художественное рисование и вязание, а также другие активности. Мы стараемся, чтобы в антрактах всем было хорошо. Поэтому в антрактах мы организовали для детей разные творческие мастерские. Так у нас работает теннисный турнир в одной из аудиторий наверху на третьем этаже. Для мальчишек, ну и девчонок тоже много, выжигание работают. В этом году призовые места разделили на три категории. Драматический детский театр, драматический взрослый и кукольный. По результатам всех выступлений в номинации лучшего взрослого драматического спектакля первое место занял коллектив из Авантеевки «Наш выход». Награды также получили театральный коллектив «Благовест» и воспитанники воскресной школы из Долгопрудного. Роман Савельев, Евгения Федорова, Анна Белова. Новости Большого округа. Телевизионное зазеркалье. На этой неделе журналисты и операторы телекомпании Пушкинского стали экскурсоводами. В гостях у программы «Новости Большого округа» побывали ивантеевские почемучки. Что больше всего впечатлило девчонок и мальчишек из одноименного детского сада, узнаете из следующего сюжета. Мы наводим камеру. Оп! А тут у нас новости нашего телеканала. Здорово? Да! Куар-коды, соцсети и полное погружение в мир телевидения. Сегодня воспитанники Ивантеевского детского сада «Почемучки» в гостях у редакции программы «Новости Большого округа». Экскурсию для малышей проводит руководитель Ивантеевского телевидения Галина Тарасова. Общаются с телеоператорами, редакторами, журналистами, чтобы узнать. Какие вообще профессии у нас на телевидении. И чтобы они увидели, как это все происходит за кадром, не только на экране телевизора, а как происходит работа, что вообще здесь делают. А вот и телевизионная «Святая святых» студия. Редактор программы «Новости Большого округа» и телеведущая актуального интервью Людмила Ермакова рассказывает ребятам, как работают профессионалы. А после дает возможность Ване Новикову попробовать себя в роли ведущего. Здравствуйте! В эфире «Почемучки» и специальных выпуск детских новостей. Ваня читает текст для ведущего стиля суфлера. А затем все вместе учат скороговорки, без которых на ТВ никуда. Уп-уп-уп, я готовлю папе суп. Бы-бы-бы, в лесу растут грибы. Шла Саша пассажир и сосала сушь-шкут. Прямо в студии еще один мастер-класс по телевизионному интервью с настоящей камерой и микрофоном. Ване поделились впечатлениями. Мне очень здесь нравится. Я научилась говорить скороговорки. Тебе понравилось в студии? Да. Камеру смотреть. Малыши узнают главный лайфхак, что вопросы для интервью нужно формулировать так, чтобы друзья отвечали на них не просто «да» или «нет», а содержательно, раскрывая свои эмоции и впечатления. Мии не нравится спрашивать. Ей нравится снимать. И она решила стать телеоператором. Я тоже буду работать им, потому что это самая лучшая работа в мире. Конечно, им это очень важно и интересно. Они в первую очередь учатся правильно разговаривать. То есть это в любом случае развитие речи. Они учатся подавать себя, они чувствуют себя более взрослыми, и им это очень нравится. Детские экскурсии в студии программы «Новости Большого округа» проходят регулярно. Обычно ноябрьские мы посвящаем Дню телевидения, а январские – Дню печати, который позиционируется как профессиональный праздник всех средств массовой информации. Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Евгения Федорова, Анна Белова. «Новости Большого округа». Сегодня Татьянин день – праздник всех студентов. В Пушкинском работает 9 средних и высших учреждений образования. В них учатся свыше 8 тысяч любознательных, креативных и находчивых молодых людей. Смотрите, как прошел праздник в авантейском филиале техникума имени Королева. Студенческая пора – несомненно, очень важное время в нашей жизни. Это свой маленький мир, где у студентов, у молодых ребят с огнем в глазах есть желание учиться. Когда они ищут тебя, пробуют себя в разных сферах, пробуют найти себе призвание в жизни. Хочу пожелать всем студентам, чтобы они также продолжали двигаться с этим огнем в глазах. Я хочу поздравить всех студентов с этим великим праздником, Днем студентов. Я желаю, чтобы вы все хорошо отучились, дали хорошо сессию. Ничего не бойтесь, ведь студенческие годы – это самые яркие годы в вашей жизни. Веселитесь! Желаю, чтобы не было трудностей со следующими курсами, чтобы вы были все здоровы и берегли своих близких. Больших результатов в жизни, ну и просто всего самого наилучшего. Живите ярко и спокойно. С нашим праздником, Днем студента, желаю вам стипендию побольше, оценок получше и учебы полегче. Поздравляю вас с Днем студентов, чтобы оценки были хорошие, сессия легко сдавалась и главное, чтобы халява все-таки пришла. Днем студента, желаю вам стипендию побольше, оценок получше и учебы полегче. Января в Пушкинском ознаменуются мягкими морозами. В четверг, 26 числа, температура воздуха днем составит минус 2 градуса, а ночью 6 градусов мороза. К вечеру пойдет сначала слабый ледяной дождь, а затем небольшой снег. Напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в социальных сетях, во Вконтакте, в Одноклассниках и Телеграме. Также подписывайтесь на наш канал на Дзене. Кроме того, программа новости Большого округа выходит и на Рутубе. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами был Константин Гиргая. Всего вам доброго и хороших новостей.